Всем привет! Меня зовут Елена, это Grand Line, и сегодня мы находимся на строительной площадке дома, который вам уже знаком. В одном из прошлых видеороликов на этом доме мы рассказывали про металлический сайдинг квадробруса и нюансы его монтажа. Ссылку на тот видеоролик я оставлю в описании к этому видео. А теперь вокруг этого дома появится забор. Забор из металлического штакетника, смонтированного горизонтально. Для горизонтального монтажа подходят круглый, полукруглый слим и прямоугольный штакетник. На первом этапе необходимо сделать разметку. Для этого по краям площадки установите разметочные столбы. Натяните веревку на высоте верхней границы установки ограждения. Через каждые 2-2,5 метра, в зависимости от вашего проекта, наметите места установки столбов. Также мы размечаем места установки калитки и откатных ворот. В нашем случае ландшафт участка неровный и секции будут идти со смещением вниз, от задней части забора к фасадной. Все это мы заранее предусмотрели при проектировании. В местах разметки сделайте отверстие диаметром не менее 25 см и глубиной на 20-30 см больше глубины промерзания грунта в вашем регионе. Установите столбы вертикально в выкопанные ямы. Мы используем столбы от подсистемы Калорити Цинк. Это надежные долговечные опоры из оцинкованной стали с уникальной технологией шва, выполненного без применения сварки. Проверьте ровность установки по уровню, а также высоту установки по натянутой веревке. Произведите армирование и бетонирование столба в соответствии со схемой. Готовим места установки ворот и калитки. Для монтажа калитки в заранее отмеченных местах бурим отверстия под бетонирование столбов, так же, как мы это делали ранее. На нашем участке будут смонтированы откатные ворота. Для них нужно подготовить армированный бетонный фундамент. Параметры фундамента должны соответствовать проектной документации. Подробнее об установке откатных ограждений и калиток мы рассказываем в отдельных видео. Ссылки вы найдете в описании. Приступаем к монтажу вертикальной составной планки. Она соответствует высоте секции. Важно учитывать, что внизу штакетник не должен касаться грунта, поэтому оставляем зазор 5-7 см. Прикладываем обратную часть составной планки к столбу и определяемся с месторасположением согласно проекту. Фиксируем верх планки саморезом, после чего выравниваем ее по уровню. Выставляем оставшийся крепеж с шагом 40-50 см. Вид крепежа зависит от основания, на которой монтируется забор. В нашем случае это столбы под системой Калорити Цинк, поэтому мы используем кровельные саморезы Даксмер 5,5х19. Такую же планку устанавливаем и на противоположной стороне. Теперь берем лицевую планку и надеваем ее на обратную. Дополнительный крепеж лицевой планки саморезами не требуется. Переходим к монтажу штакетника. Мы будем устанавливать его с двух сторон в шахматном порядке. Необходимое количество штакетин вам рассчитают в фирменном офисе продаж. Кроме того, вы самостоятельно можете сделать расчет с помощью калькулятора. Ссылку мы оставили в описании. В нашем случае с внешней стороны нужно будет расположить 9 панелей, а с внутренней – 8. Направление монтажа вы можете выбирать на свое усмотрение. Мы начинаем сверху. Выставляем первую панель, выравнивая по горизонту. Для фиксации штакетника можно использовать несколько вариантов. Кровельные саморезы 4,8 на 19, саморезы ПШ-С 4,2 на 16 или вытяжные заклепки 4 на 10 с окрашенной головкой. Отмеряем зазор между панелями. Для удобства вы можете подготовить шаблон необходимого размера. Важно помнить, что при монтаже в шахматном порядке зазор не должен превышать рабочую ширину панелей. В противном случае на заборе будут заметные щели. Не забывайте проверять ровность установки по уровню. По такому принципу выставляем все оставшиеся панели. После монтажа лицевой стороны устанавливаем крышку. Для этого нужно временно открутить верхние саморезы. Устанавливаем крышку на панель. Фиксируем саморезами. Наша секция имеет ширину больше полутора метров. Поэтому с обратной стороны секции нам нужно установить центральную составную планку. Размечаем место установки. Прикладываем обратную сторону планки и выравниваем ее. Фиксируем с внешней стороны забора через каждую штакетину. Закрываем обратную планку лицевой. Переходим к монтажу панелей обратной стороны. Важно, чтобы панели размещались строго посередине между панелями лицевой стороны. Для этого мы отмеряем центральную ось проема. Затем откладываем вверх половину рабочей ширины панели штакетника. К полученной разметке прикладываем панель. Выставляем по уровню и фиксируем саморезами. Далее размещаем панели с изначально выбранным зазором. Либо для проверки себя вы можете каждый раз вымерять центр зазора по принципу установки первой панели обратной стороны. Теперь нам нужно заполнить штакетником основание калитки и откатных ворот. Для ограждения жалюзи, к которым относится горизонтальный штакетник, используются свои подсистемы ворот и калиток из оцинкованной стали. Принцип монтажа заполнения для ворот и калиток одинаковый. Рассмотрим его на примере откатных ворот. Первым делом закрепляем крышку 38 на 18 по центру верхней грани каркаса. Для крепления используем кровельные саморезы 5,5 на 19. Теперь готовим по высоте вертикальную обратную планку. Делаем замер от внутренней части верхней крышки до нижнего шва рамы. Обрезаем лишнее и заводим верхний край в крышку. Фиксируем планку саморезом в верхней точке. Проверяем ровность установки по уровню и фиксируем планку в нижней точке. Теперь докручиваем остальные саморезы с шагом не более 45 сантиметров. Теперь надеваем на эту планку заранее заготовленную по высоте лицевую вертикальную планку. Она также заводится в верхнюю крышку. Те же действия проделываем с противоположной стороны рамы. Обратите внимание, в углах рамы установки штакетника может помешать шов, поэтому аккуратно срезаем у нижней планки уголки, упирающиеся в эти швы. Устанавливаем нижнюю планку штакетника. Фиксируем ее саморезами. Теперь установим верхнюю планку. Заводим ее под крышку, выравниваем и фиксируем саморезами. Внутренний размер рамы откатных ворот меньше, чем у калитки и меньше, чем размер наших секций. Чтобы расположение штакетника было гармоничным, нам придется убрать по одной панели с каждой стороны. С лицевой стороны мы смонтируем 8 панелей, со двора 7. Рассчитаем зазор. Внутренний размер рамы 1730 мм. Рабочая ширина штакетника 128 мм. Умножаем ее на количество ламелей. Получается 1024 мм. Такую площадь будет занимать непосредственно штакетник. Теперь вычитаем это число из внутренней высоты рамы. Между 8 штакетинами будет 7 пролетов. Значит, полученное расстояние делим на 7. Округлим полученное число до 10 см. Таким будет зазор между панелями штакетника. Теперь, зная зазор, монтируем заполнение ворот по такому же принципу, как мы монтировали секцию. Вы можете вернуться в соответствующий раздел, чтобы вспомнить, как это сделать. Поскольку ворота состоят из двух секций, повторяем все действия для каждой стороны. С обратной стороны штакетник монтируем строго по центру зазоров. Как и при монтаже секций, мы отмеряем центральную ось проема. Затем откладываем вверх половину рабочей ширины панели штакетника. Напомним, калитка и распашные ворота монтируются по такому же принципу. Забор из горизонтального штакетника готов. Вот и все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Там же в комментариях вы можете предложить темы для наших будущих видеороликов. Давайте делать контент на нашем канале еще более полезным и интересным для вас. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, чтобы не пропустить информацию об акциях и новинках. Ссылки мы оставили в описании. И там же в описании ссылки на все продукты, представленные в этом видеоролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok